Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор шестого каталога Фаберлик. Здесь много новинок. Расскажу вам свои отзывы, отвечу на некоторые вопросы. Итак, поехали! Новые модели коллекции Бурматиков мне здесь не очень нравятся. Ничего, точнее, не нравятся. Потому что не люблю такие вырезы. Почему-то в последнее время Фаберлик делает вот такие вырезы прям под горло. Мне кажется, это неудобно, некрасиво, неженственно, не знаю, ничего здесь себе не присмотрела. Вот эта вот кофточка единственное более-менее смотрится. Но опять тут цены, цены, конечно, космические. Рюкзак, босоножки. На рюкзак тоже очень-очень уж цена завышена. Лайк у нас еще в шестом каталоге, девчонки, есть. А седьмого что-то новенькое будет. Или продлят лайком, пока никто не знает. Информации нигде никакой нету. Купальники с ремешком. Ну, не знаю, как насчет ремешка. Лично у меня, девчонки, вот, если здесь железная пряжка, да, у меня на железо в купальниках были бюстгальтеры, да, вот тут с пряжечками. Аллергии сразу, когда контакт с морской водой, и облазить он, скорее всего, будет. Поэтому не знаю, насколько этот ремешок актуален. Понравились очки. Понравились очки, вот, которые на модели здесь, да. Сейчас они будут дальше. У меня есть несколько очков от Фаберлик. В принципе, они мне все нравятся. Иногда они приходят перекошенные, приходится их подправлять. Бывают такие косяки у Фаберлик, да, сидят неровно. Я подумываю, либо взять вот эти черные, либо взять вот эти круглые. У меня, в принципе, похожие вот такие есть. Может быть, даже кругленькие. Интересная очень форма. И, в принципе, любая идет. Поэтому, скорее всего, даже, наверное, возьму круглую. Много интересной обуви. Я положила глаз на босоножки. Здесь цена будет более-менее адекватная. 1199 рублей. И если со скидкой консультанта, то, наверное, рублей 800 с чем-то выйдет, мне кажется, вот так. Это уже более-менее приемлемо. Мне вот такие больше понравились, потому что из таких у меня вылезает палец, вылезает нога, да. И здесь вроде есть небольшой маленький каблучок. Симпатичная подошва такая интересная. Поэтому подумаю, может быть, возьму себе на лето здесь босоножки. Серия кремов уже у нас все к лету в каталоге, все к пляжному сезону. Мне нравятся эти крема. В нашей полосе мы постоянно брали их на юг, да. В нашей полосе они очень хорошо работают. На юге у меня даже с защитой 50. Вот муж с дочерью обгорали. Они у меня светлокожие, и они обгорают быстро. В нашей полосе нормально. Я вообще не загорала с кремами 30 и 15. То есть, ну, вообще загара не было, да. А вот на юг, когда мы ездили, мне нормально. А моим вот белокожим товарищам было маловато этого крема на самом деле. Интересная новинка. Автозагар для лица и тела. Я, в принципе, автозагары люблю. У меня сейчас стоит от Avon уже, наверное, второй год. Иногда зимой мне, когда хочется выровнять тон лица, сделать его загорелым, да, я пользуюсь им. И не ношу тональный крем, поэтому. Потому что нравится мне так. Автозагар красиво ровно ложится, ну, Avon, по крайней мере. И лицо смотрится, тон сразу становится ровным, свеженьким. Я люблю иногда пользоваться автозагарами. Здесь за 100 миллилитров, это совсем малышка, да, 599 рублей цена. Не очень бюджетно. Но кто любит такими вещами пробоваться, пользоваться, можно взять. Я пока не буду. Потому что мне кажется, что беременным автозагар нельзя. Классные будут скидки и акции на серию Weekend. Я очень люблю эту серию. Все продукты из этой серии люблю. Особенно ночную маску и сыворотку. Прям обожаю. И здесь у нас будут варианты наборов по очень привлекательным ценам. Кто любит эту серию, можно запасаться. Она хорошо работает и на возрастной коже, и на не очень возрастной. Поэтому да. Неплохая цена будет на помаду HydroLips. Она мне очень нравится. Она действительно увлажняющая. Она высоко пигментированная. Достаточно долго держится на губах. Очень комфортно в носке, не сушит. Все в ней прекрасно и замечательно. За такую цену взять можно. Что касается линейки Sport & Plush. Здесь я не пробовала карандаши. Я не пробовала тушь. Это единственная тушь в компании водостойка. Но я пробовала вот этот стойкий маркер для губ. Мне совсем не понравился. У меня был он в оранжевом цвете. Сейчас его здесь нет. Здесь темно-красно-розовый, сливовый, вишневый. И это, девчонки, дребедень. Это действительно фломастер на ваших губах. Ну, он более-менее стойкий, но он смотрится как фломастер на губах. Никак иначе, не как тинт, не как помада матовая, а именно как фломастер. Фломастером накрасили губы, ходите. Не смотрится он как на моделях совершенно, ничего не подумайте. Просто добавили немножко пигмента обычным фломастером, и все. Он быстро засох. И вообще, вот этот продукт я не рекомендую, девчонки. Это просто поиграться. Новые лаки. Мне очень хочется попробовать, потому что опять сняла гель-лак. У меня периодами надоедает он, и я хочу взять вот этот вот с ухаживающей формулой. 169 привлекательная цена. Мне понравился оттенок на фотографии 7739. Он называется пудровый беж. Я надеюсь, что он будет не пудровый беж, потому что пудровый беж, по мне, это вот этот. А будет такой, как на картинке. Ну, посмотрим. И вот такие вот интересные лаки с гранулами для 3D-эффекта сахарного маникера. Тоже здорово на лето. Интересно поиграться. Новая линейка праймеров. Все их тоже ждали Фаберлик. Их не было, все ждали. Наконец-то они появились. Матирующий праймер, сыворотка увлажняющая праймер. Потом праймер для коррекции пор. Очень интересно, как он их будет сглаживать на самом деле. И праймер для век. Я хочу взять матирующий. Впереди теплое время года. Сейчас моя кожа будет, скорее всего, меняться на комбинированную. Для пор. Ну, интересная задумка. Подумаю, посмотрю. Может быть, тоже возьму. Об этой туши, новинки прошлого каталога, да, могу сказать только положительные отзывы. Мне очень она понравилась. Мы с вами ее тестировали. Все видео полезные прикреплю в инфобоксе. Обязательно проходите, смотрите. Важен еще тот момент, что она у нас с органовым маслом, то есть с ухаживающими свойствами. Здорово. И классно удлиняет, и создает объем, и не осыпается, и не отпечатывается. Поэтому это еще один фаворит туши для меня Фаберлик. Так же, как и вот эта малиновая стрейч-тушь, пока на нее нет скидки. Карандашки, кстати, тоже классные. Можно стрелочку тушевать. На моем веке они не отпечатываются. Если грамотно выбирать подложку, наносить на сухие тени, то у меня не отпечатывается. Ни разу не отпечатывалось, по крайней мере. Все с этим нормально. Палеточки. Мы тоже с вами тестировали. Уже цена гораздо выше, да, поэтому кому надо, успевайте взять в этом каталоге. У меня вот такая вот розовое сияние. Видеообзор тоже прикреплю в инфобоксе. Пылят. Пылят прилично, но пигментация нормальная. Хайлайтер здесь очень деликатный, я его на своей коже не вижу. Хотелось бы чего-то поярче. Новые кисти у нас выходят. Обязательно возьмем с вами какие-нибудь, протестируем и сравним со старыми. Старые у меня, по-моему, все есть, весь комплект. Здесь появляются интересные новые кисти. И кисть для тонального крема стала другой. Если это у нас такая ровно скошенная, то здесь какая-то пушистая, видите? Но я наносила тональный крем вот такой пушистой старой версии. Тоже очень удобно, комфортно. Обязательно какие-нибудь кисточки с вами возьмем и сравним их с предыдущими. Новый аромат. И пока на него встречала только положительные отзывы. Пробники уже есть на сайте. Насколько я знаю, код не знаю, не буду врать, девчонки. Но пробники, по-моему, есть на сайте. Я, скорее всего, возьму сразу полноразмерку, потому что мне нравится описание аромата, нравятся его основные ноты. 799 рублей минус скидка консультанту будет рублей 500. Это нормальная цена. Если прям совсем не понравится, потестируем с вами. Кому-нибудь задарю, кому понравится. Девчонки, что касается серии Dream Therapy, я вам уже говорила, но мне кажется, это, скорее всего, совпадение в предыдущем видео, что после постоянного использования ночного крема я сплю и не могу проснуться. Мне кажется, это совпадение. Еще посмотрела сегодня. Очень низкое атмосферное давление. Из-за этого, может быть, тоже. Но все равно, я пока его отложила и не пользуюсь, пока другим кремом посмотрю. Потому что 4 раза в день прикладываться спать, мне кажется, это ненормально. Но, может быть, мой беременный организм на такую дозу мелатонина в креме так и реагирует. Кто его знает. Паста. Паста, девчонки, вызвала чувствительность зубов где-то на 3-4 день. Я поняла, что с пастами Фаберлик я больше дружить не буду ни с какими. Дала шанс пасти Dream Therapy, и все равно чувствительность эмали зубов начала повышаться. Поэтому нет, нет, еще раз нет. Крем масло для душа расслабляющее. Классное, но действительно крем масло. После него кожа увлажненная, все супер. Кожа после ночного крема тоже выглядит потрясающе. Мне нравится, как она выглядит с утра. То есть такая свеженькая, потянутая, упругая. Все в этом плане тоже хорошо. Но вот то, что я сплю постоянно, мне это не совсем нравится. Новинки Dr. Core у нас здесь с вами серия. Теперь такая для сухой кожи. Я хочу взять умывалку. Если зайдет, возможно, с дочерью вместе будем ей умываться. Потому что сейчас кожа местами иногда может и сохнуть. Все соки из меня, наверное, ребенок выпивает. Нежное молочко для умывания. 150 мл. 599 рублей. Совсем не бюджетно. Может быть, по Фаберлик лайк возьму. Посмотрю. Вот умывалочку. Больше из этой серии мне ничего не нужно. Потом у нас выйдет с вами для кожи в период гормонального старения. Тоже я не подхожу под эту категорию. Для чувствительной кожи тоже не подхожу. Что-то мне есть Dr. Core. Вот вообще мне продукты совсем не подходят. Классный набор. Кислородный увлажняющий крем и крем для век. За 899 рублей Global Oxygen. Я очень люблю тоже эту линейку. От нее тоже виден результат на лице. Я бы взяла лучше мусс плюс питательный крем. Вот такой вот набор. Потому что мусс обалденный. Кислородная пенка тоже обалденная. В общем, вся серия очень классная, хорошая. Наборы Oxygen распродают кислородное сияние. Я бы на зиму взяла. Сейчас уже на теплое время года. Допустим, моя бы кожа нормальная. Она бы жирнилась от этого. Если хотите заматироваться, то кислородный баланс. Дневной крем для лица. Очень хорошо подходит. 249 рублей в этом каталоге будет стоить. Лопаточка, новинка прошлого каталога, кстати, мне не досталась. Не знаю, попробую, может быть, в этом заказать. Хотя она, в принципе, мне не нужна. Ну, так посмотреть, что из себя представляет. Здесь она уже, кстати, дороже. В прошлом каталоге была дешевле, но их не было на складе. Очень жаль. Девчонки, вот эти маски Insta Glamour будут по 199 рублей. Но я вам не рекомендую их. Почему? Потому что от них особенно нет эффекта легкого увлажнения. Это, во-первых. Во-вторых, вы замучаетесь потом со своего лица смывать эти блески. Это просто какой-то капец. Они все равно остаются на коже. Они остаются на спонже. Если не спонжем умываться руками, то там вообще хрен отмоешь. Простите за мой французский. Они остаются на бровях, на ресницах. В общем, сутки вы будете ходить с этими блесками по всему лицу. Имейте в виду. Это того не стоит. Это вот это вот баловство. Это того не стоит. Вот ей-богу. Скорее всего, возьму карбокситерапию. Очень хочу ее давно повторить. Сейчас будет хорошая цена. Два продукта. Первые два шага 499 рублей. Маска 379. Я люблю все три продукта брать, потому что маска очень круто работает. После второго шага мне нравится. Будет новинка в серии Биона Комицеллярная вода для жирной комбинированной кожи. Я больше рисковать не буду. И брать из этой серии ничего, кроме маски, не буду. Ну и шампунь с вами потестим, наверное. Потому что прошлая мицеллярная вода мне чуть ли не выяла глаза и не разъела кожу. И я боюсь представить, что будет вот это для жирной комбинированной кожи. Нет, нет. Даже не хочу брать, тестировать, потому что это... Прошлая водичка была гадость, редкостная. На восстанавливающую маску сливки будет хорошая скидка. Тоже буду брать. Она потрясающе работает на коже. Это действительно маска сливки, после которой кожа увлажненная, упругая. Очень хорошая масочка. Прям супер. Новинки в уходе за волосами. Вот их, скорее всего, возьмем с вами, протестируем. Посмотрим, что из себя они представляют. В объеме 150 миллилитров шампунь и 100 миллилитров маска. Цена не совсем бюджетная. Поэтому надо брать, смотреть, стоит оно того или нет. Очень хочется протестировать крем-концентрат для лица Мезоботокс, да, за 699 рублей новиночку. Но мне кажется, мне таким продуктом пока пользоваться нельзя. Поэтому по временю, с вот этим кремом, по временю, хотя хочется. Продукт интересный. Вообще вся эта линейка на мне работает. Хоть временные эффекты и накопительные, но она работает действительно и работает неплохо. Так, в ICUL у нас с вами появляются патчи. Вот их я тоже хотела взять по программе Фаберлик Лайк, потому что у меня все мои патчи дома корейские закончились. А так их брать совсем невыгодно, потому что за 500-600 рублей, допустим, на сайте Style Korea, можно найти очень достойные корейские патчи, да, а здесь прям вот, вот только, разве что по Фаберлик Лайк, да. Они у нас от темных кругов, от отеков. Посмотрим. Хочется взять, хочется протестировать. По поводу этих масочек мы с вами все три тестировали. Я рекомендую розовую и голубую, от желтой я не увидела никакого эффекта, кроме как подсушивающего. Поэтому для сухой кожи вообще желтенькую прям не рекомендую рассматривать. Ну и больше ничего, девчонки. Я не сказала бы, что сорбет смягчает. Нет, ну она нормальная такая кожа, в принципе, мягкая после маски, но подсушивает. Поэтому нет, вот желтая мне меньше всего понравилась. Розовая классная, для возрастной кожи подойдет, очень хорошо увлажняет, питает румянец после нее. Голубенькая супер на лето вообще охлаждает, восстанавливает тоже тон лица, красивый после нее. А вот от желтой вообще ничего. Вот эти маски я вообще не люблю. Кто-то их любит, я не люблю. Я их пробовала практически все. И меня не только уродует, только уродует лицо выглядит хуже, чем до нанесения этой маски. Любое средство для ног за 99 рублей. Сюда входит у нас бальзам для стоп, гладкие пяточки, мой любимый, да. И крем антиперспирант при повышенной потливости ног. Сейчас, может быть, и этот продукт будет актуален для мужчин, для наших, да. Можно попробовать, кстати, взять. Потому что уже начинается теплое время года, ножки потеют, да. Бальзамом буду обязательно запасаться. Может, мужу возьму вот этот вот антиперспирант для ног. Потому что я еще его не брала, даже и не тестировала, насколько он у нас с вами хорош. Шикарный объем, привлекательная цена на гели в объеме 400 миллилитров. Мне все вот эти три гели нравятся. Все три аромата я тестировала. 139 рублей. Как бонус за покупку. То есть на втором шаге оформления заказа выбирать будем, да. Ля-крем с желтыми цельничками. Немалунник. Я прохожу, у меня что-то так отвратителен сейчас аромат. Девчонки, это серии. В серии Нуки появляется у нас зубная нить. 119 рублей, нормально. 25 метров, нормальная цена. Кто пользуется зубной нитью, прям вообще здорово. Я ей пользуюсь, но крайне редко. Здесь у нас появляется фен. Фен не очень бюджетный, я бы сказала, нет, очень небюджетный. Заодно там вот такую насадку или вот такую, такую цену платить. Но я не знаю, девчонки. Мне допустим, они не нужны. Вот эти насадки для меня бессмысленны. Я бы ими так не пользовалась. Поэтому аналогичный фен стоит в магазинах дешевле. Можно приобрести дешевле. Федерлик гнет, просто гнет цены на такие продукты. Фены и блендеры, чайники. Сумасшедшие просто цены. Так, а рису? У нас здесь с вами, где скраб? Да, только скраб для кожи головы тестировали тоже в одном из предыдущих видео. Вы знаете, неплохой. И вроде как подольше голова от него свежая, корни не так жирнятся. Ну, потому что мы с вами очистили кожу головы, да, это само собой. Единственное, там мелкие частички, они очень удобные. Я считаю, это гораздо круче, чем крупные частички. Хорошо полирует голову, освежает, чувствуется какой-то эффект ментола. То есть охлаждает кожу головы, это здорово тоже. Вымывается плохо, его надо наносить нам с вами на мокрую кожу головы перед шампунем, потом шампунем, а шампунем не вымывается. И потом бальзам либо маска, вот там уже вымывается до конца. Но там есть и белые, черные частички в составе, поэтому если вы блондинка, вымывать придется хорошо, чтобы вот эти черные частички не были видны на ваших волосах. Тогда будет все нормально. Новинки в серии Wellness коктейли веганские у нас с вами появляются. Они полностью веганские. Интересный у них состав. Шейкер. Шейкер нужен обязательно, да, без шейкера это коктейли. Значит, без сахара, без глютена, без ГМО, они веганские. Вот кто придерживается такого образа жизни, это здорово. Вкусы интересные. У меня пока коктейлью есть запас. Я стараюсь сейчас ими тоже не сильно увлекаться. А так интересно, молодцы, Фаберлик, много вкусов. Батончики мои любимые будут по 99 рублей. Может быть, возьму себе, наберу несколько штучек. Новая серия средств для дома с антибактериальным эффектом. Будем брать с вами, будем тестировать. Аква-спрей с эфирными маслами. Мне кажется, здесь аромат почему-то будет похож на линейку Гринли новую, потому что она у нас тоже с вами с эфирными маслами, да. Но посмотрим. Средства, так, чистота и защита универсальная. Возьму полы с ним, буду мыть. Гель для мытья посуды у меня в запасе аж две штуки, пока не буду брать. Мыло для кухни возьмем с вами тоже протестируем. Посмотрим хотя бы, что за аромат и освежитель, возможно, возьмем. Эфирные масла все-таки, это, конечно, полезно. Это полезно, но хочется, чтобы освежитель подольше держался, да, в воздухе. Новинки прошлого каталога. Усиленная формула предыдущих средств для мытья посуды, девчонки. Что могу сказать? Ну, я не вижу какой-то особой разницы между предыдущими. По мне, что предыдущие хорошо отмывали на лед, что эти хорошо отмывают и до скрипа отмывают. Поэтому я как-то не могу сказать, что прям что-то вот вау случилось. Пена обильная, все нормально, никаких нареканий нет, так же, как и к предыдущим. Буду брать порошок, обязательно уже покончалось все. Орган в прошлый раз брала, может быть, еще один восьмой, пока она в акции есть. Две штуки уже в запасе, будет третья, потому что уж очень ее люблю. Органа самый приятный аромат, который есть в Фоберлик среди кондиционеров. Но это на мой нос, девчонки. Дальше у нас опять коллекция одежды. Кстати, мужская гораздо больше впечатляет, чем женская, так же, как и обувь. Вот кеды женские, ну как-то, ну блин, завышена цена. Вот эти ботиночки понравились, но смотрела на них. Обзор, и цена тоже не дешевая, и это у нас, скорее всего, кожа зам, я так понимаю, эко-кожа. И посмотрела обзор, девчонки, подошва тяжелая. Я такие, такую обувь не люблю, я люблю обувь легкую, тяжелая подошва ни к чему. Вот на эти кроссовки положила глаз, подумаю, посмотрю, мне нравится, как они смотрятся. Кроссовочки симпатичные, надеюсь, они не с тяжелой подошвой, нужно тоже поискать обзоры, потому что если кроссовки тоже с тяжелой, нет, 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 я лучше схожу в магазин и выберу там то, что мне хочется. Так, дальше у нас белье, и в конце еда, еда и серия лав. По серии лав мы с вами тоже делали обзор. Мне очень понравился кардиган, не кардиган, а как он называется, платье свитшот. Да, мы взяли немножко на вырост, взяли леггинсы. В принципе, все красиво, все достойно. Мне нравится, как свитшоты смотрятся такие на взрослых. Я люблю такую модель, но у меня просто уже много. У нас здесь появляются с вами носочки и вот такие вот кеды. Носочки, если цена вполне себе приемлемая, то кроссовки женские, конечно, 1799, и мы видим с вами, какой здесь материал, но они симпатичные. Вот по поводу них тоже думаю, они действительно симпатичные. С 35 по 41 размер. Я бы ребенку такие взяла. Мне кажется, я детские видела, когда каталог листала. Нет, только женские, детских нет, получается. Детям только носочки и хватит. Сумка-шоппер, сквиш, овечка, декоративные подушки. Очень миленькие. У нас будет отдельно наволочка 300 рублей, а сама подушка 349. Вот так, то есть хочешь подушку с наволочкой, придется немножко раскошелиться. Ну, по поводу еды мы с вами пролистнем. Стопсахар. Будет программа интересная на сайте. Я еще не ходила, не заходила туда, не смотрела, да, на сайте стопсахар.ру. И будут участникам ценные призы и подарки. Нужно зайти, ознакомиться. Интересно, что там за призы и подарки. Акция с 1000 рублей заканчивается, девчонки, 11 апреля до 22.00 по МСК. И уже будут в подарок. В подарок эти серии Global Oxygen. Тоже очень крутой подарок, на самом деле. Если вы еще не зарегистрированы на Фаберлик, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я с вами свяжусь, будем общаться. Я, конечно, рекомендую до 11 апреля, потому что с 1000 рублей, конечно, заказики всегда вкуснее и интереснее получаются. За маленькую цену, да, берем много. Но вот этот подарок тоже очень неплох. Он будет тем, кто зарегистрируется с 12 апреля в компании положен. Вот так вот. Ну, и я с вами прощаюсь. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Всех люблю, целую, всем весеннего настроения. Пока-пока.